Такой день на канале Мир Белогорья. Обо всем по порядку прямо сейчас. Губернатор Евгений Савченко подписал постановление о выделении бюджетных средств для дирекции Юго-Западного района. В обмен на инвестиции в размере 238 миллионов рублей регион получит акции компании. А на что потратят эти деньги? Ну как мы знаем, дирекция Юго-Западного района является оператором проекта «Новая жизнь», в рамках которого молодые семьи получают льготное жилье. На эти деньги в следующем году построят пять многоэтажек в районах области. Новые трехэтажки появятся в Валуйках, Новомосколе и Шебекине. Четырехэтажный дом возведут в Борисовском селе Беленькое, а двухэтажный в поселке Северный Белгородского района. То есть теперь получить жилье на льготных условиях смогут не только жители молодые специалисты Белгорода, но и в районах, да? Да, все верно. Напомним, что квартиры в рамках проекта «Новая жизнь» могут приобрести специалисты до 35 лет, у которых нет своего жилья. При этом необходимо иметь регистрацию именно в том районе, где человек желает получить недвижимость. Первоначальный взнос за квартиру составляет 30% от ее стоимости. На оставшиеся 70% выдают рассрочку на 5 лет меньше, чем под 3% годовых. В районах стоимость квадратного метра не превысит 38 тысяч рублей. Первая очередь проекта была реализована в Белгороде. Для участников выделили 602 квартиры. И в продолжении темы строительства. Компания «Белгороддорстрой» выиграла тендер на капремонт трех участков автодороги Валуйки-Алексеевка-Красная на общую сумму 873 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок. До июля 2019 года строителям необходимо отремонтировать 53 километра дорог в Валуйском, Красногвардейском и Алексеевском районах. Актуальная информация для моей семьи уж точно, потому что по дороге в Алексеевском районе едем к теще. Кстати, сколько километров в каждом из районах будет отремонтировано? Как сообщается на сайте госзакупок, компания отремонтирует 17 километров дороги в Красногвардейском районе, 29 километров в Алексеевском и 6 километров в Валуйском районе. Учитывая, что общая протяженность трассы Валуйки-Алексеевка-Красная 103 километра, можно считать, что фактически обновят больше половины автодороги. То есть в ближайшее время автолюбителям нужно готовиться к ограничению движения и к строительной технике на дорогах, да? Да, ну и к тому, что вскоре появится новая хорошая трасса. Кстати, ранее на одном из недавних заседаний Облдумы начальник Департамента финансов и бюджетной политики региона Владимир Боровик заявил, что на дорожную сеть в этом году планируют направить почти 14 миллиардов рублей бюджетных средств. Более того, он не исключил, что эта цифра может вырасти до 16 миллиардов рублей. И хорошие новости для тех, кто часто ездит за рубеж. До 3 августа можно успеть оформить загранпаспорт нового образца по старой цене. Кстати, с начала июля уже наблюдается всплеск заявок на оформление загранпаспортов. А сколько в этом случае можно сэкономить? Сейчас госпошлина на биометрический паспорт, который выдается на 10 лет, стоит 3,5 тысячи рублей. А после 3 августа, когда в силу вступит федеральный закон, он поднимется до 5 тысяч рублей. То есть, если оплатить госпошлину сейчас, то можно сэкономить 1,5 тысячи рублей, так? Даже больше, даже 2,5 тысячи рублей. Если подать документы через госуслуги и там же оплатить пошлину на загранпаспорт нового образца, портал выставит к оплате сумму в 2450 рублей. Это для взрослых. Для детей до 14 лет госпошлина увеличится с 1,5 до 2,5 тысяч рублей. А если оплатить через госуслуги до 3 августа 2018 года, она обойдется в 1050 рублей. 30-процентная скидка на госпошлину будет действовать и после повышения. Для взрослых загранпаспорт через госуслуги обойдется в 3,5 тысячи рублей, для детей – в 1750 рублей. Фактически, закон вступает в силу с 4 августа 2018 года. Это означает, что вы можете подать документы вплоть до 3 августа. В зачет идет дата подачи заявления. Если она у вас ранее 4 августа, то действуют старые правила. При этом пошлина за загранпаспорт старого образца не изменится. Для взрослых это 2 тысячи рублей, для детей до 14 лет – тысяча. Напомним, такой паспорт, в отличие от биометрического, выдается на 5 лет. Стоимость госпошлины поднимется только при получении загранпаспорта? Нет, она касается повышения, касается еще и водительского удостоверения. Для прав нового образца с чипом госпошлина будет 3 тысячи рублей, а для удостоверения старого образца останется прежний 2 тысячи рублей. Водительские удостоверения нового образца пока не выпускаются. Для них только определены правила стоимости. Пока везде выдаются, заменяются водительские удостоверения старого образца. То есть и стоимость госпошлины на них осталась прежней. На сегодня у меня все. Смотрите новости экономики. Мы все разложим по полочкам. В студии работала Юлия Оленикова. До встречи. Моя коллега Юлия Оленикова представила блог экономических новостей. А мы продолжаем выпуск. Как пробудить любовь к малой родине? Белгородское историческое общество «Ратник» предложило свое решение и стало обладателем гранта в региональном конкурсе среди НКО. Проект «Ратника» строится на творческом осмыслении истории Белгородчины 17 века и предполагает всем заинтересованным стать участниками сразу нескольких конкурсов. Один из них уже принимает работы. С подробностями Наталья Александрова. Как выглядели бы символы крепостей засечной черты? Уже несколько десятков эскизов арт-объектов присланы на конкурс. Каждый дополнен чертежами. Именно авторов не раскрываются. Работы пронумерованы для максимально честного судейства. Один из критериев – объект должен быть интересен для туристов. Чтобы приезжали, останавливались. И экскурсовод мог сказать, а вот здесь стояла та самая крепость, которая вас, москвичей, туляков, да и всю Европу защищала. Это Болховец. И мне очень нравится, как это сделано. Оно такое воздушное, такое нежное, такое стремящееся вверх и в то же время в историю уходящее. Развернуться фантазией есть где. Конкурс открытый. Принять участие могут и жители других регионов. Заявки принимаются до 15 июля. Впереди еще пять конкурсов. Исследовательских проектов, рисунков, сочинений, туристических маршрутов и социальной рекламы. Вот так через творчество активисты стараются пробудить интерес к краеведению. Руководитель общества «Ратник» Владимир Жигалов сам влюблен в историю родного края. Люди рассказывают от истории, как это было. То есть кажется, что это настолько загадочное далеко. И вот эта загадочная сказка, которую произносили наши дедушки и бабушки, прабабушки и прадедушки, она, наверное, и притягивает. Совершить путешествие в историю Владимир приглашает и взрослых, и детей. Образовательный фестиваль «Белгородская черта» в этом году пройдет во второй раз. С ним общество «Ратник» выиграло президентский грант. Подготовка к масштабной исторической реконструкции уже началась. Первый осмотр места действия у села Драгунское. Должен быть съезд, организован, чтобы две машины могли разъехаться. 8-10 площадок будет. Вогнанный бой, пушечное дело, там лучное дело, габион и так далее, и так далее. Писарь будет. Территория выбрана не случайно. Это исторические земли, где белгородская черта перекрывала основной путь вторжения в Русь – Муравский шлях. Здесь еще остались фрагменты древних сооружений. Это вал, ров, водяные выводы. Пока площадка, где пройдет фестиваль, имеет первозданный вид. Планируем сооружение деревянных конструкций, дополнительных, аутентичных, или, скажем так, реконструкция оборонительных сооружений, которые были перед крепостями, перед валами. Будет также поход с квестами. Территорию разделят на зоны – жилой лагерь дружин, корчма, посад. Организаторы в этом году ждут наплыва туристов. Будем организовывать стоянку для автомобильного транспорта, чтобы помимо ученического сектора, еще и туристический сектор присутствовал. Образовательный фестиваль реконструкции «Белгородская черта» пройдет в середине сентября. Подробная информация о нем будет размещена на сайте исторического общества «Ратник». Наталья Александрова, Евгений Титов. Программа «Такой день» на «Мире Белогорья». В Шебекинском районе с головой окунулись в атмосферу Средневековья на фестивале военно-исторической реконструкции «Порубежье. Белый город». Он прошел в Кропивинском городище. Это памятник археологии, расположившейся на меловых кручах. Чего здесь только не было. Выступления фолк-групп, средневековые танцы, лучные турниры, историческое дефиле, мастер-класс, выступления реконструкторов и, конечно, массовые бои, бугурты. Но лучше один раз увидеть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все подробности и самые интересные моменты фестиваля смотрите в программе Дарьи Анискиной «Фест-культ-привет». Она выйдет в эфир в эту пятницу в 15, 20, 16, 20, 19, 20 и 20, 30. Белгородцы долго еще будут вспоминать самый вкусный и самый мясной фестиваль области «Гриль-фест-2018». В этом году главным судьей на нем был автор ведущей передачи на НТВ «Поедем, поедим» Джон Уоррен. Самые яркие моменты в следующем сюжете. Перед сценой рабочие места для шеф-поваров разных заведений. Кулинарные шедевры представят шесть белгородцев и один воронежец. Они еще не знают, какие ингредиенты им предложат. Набор оказался очень простым. Свинина, грибы, кабачки и молодой картофель. Поэтому, чтобы удивить шеф-поварам, надо включать смекалку и креатив. У каждого в распоряжении еще и набор соусов, специи, мед и клубника. Даже не знаю, что будет, поэтому только на свой опыт надеюсь. Приготовим какой-нибудь интересный соус с корейкой. Все должно быть просто, но и в то же время с маленькой изюминкой. Можно принести свои... Какую изюминку вы приготовили? Я думаю, буду готовить клубничный соус. И вот на площадках запахло жареным. Кулинарные баталии начались. Каждый пытается удивить по-своему. Время на приготовление 45 минут. Ароматы невероятные. Главный судья Джон Уаррен, ведущий передачи на НТВ «Поедем, поедим». Следит за регламентом и соблюдением всех правил. Но интересует его нечто большее. Гигиена, презентация, внешний вид и профессиональное мастерство. Ну и, естественно, вкус. Вкус меня интересует больше всего. Я абсолютно открытым... Я хотел сказать открытыми глазами, но, в принципе, надо сказать открытым ртом. Я люблю острое. Я люблю... Я хочу, чтобы меня удивили немножко. Последние штрихи перед презентацией. Все конкурсанты вовремя завершают приготовление. Дегустация началась. Печеный картофель из детства. И спагетти из кабачка. Соус медовый. Тоненькие такие ломтики делают. Я думаю... Будет сухой. Но нет. Но больше всего жюри покорило блюдо Максима Грека, который стал победителем. Он приготовил роллы из свиной шеи. Картофельное пюре с обожженной зеленью. Теплый салат из клубники и черри. В дополнение соус из печеных овощей. Все блюда шеф-поваров совершенно новые кулинарные шедевры. Возможно, скоро они появятся в меню их ресторанов. Екатерина Ковалева, Павел Емелин. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Сколько лет футбола и кто из великих живописцев был футбольным фанатом? Об этом узнают гости лекции, которую подготовила директор выставочного зала «Родина» Наталья Гончаренко. Некоторые секреты она раскрыла съемочной группе «Мира Белогорья». Мы будем говорить о советском изобразительном искусстве, в котором огромную роль играл спорт. Играла тема спорта и, конечно, футбол. И тут надо вспомнить Александра Дейнека. Даже такие величины, как Пабло Пикассо и Сальвадор Даля, они были очень страстными болельщиками. Я буду показывать их произведения, посвященные футболу. Я хотела показать, что спорта и искусство не так далеки, как кажется. Встреча пройдет на фоне выставки «Футбольная история», где представлены уникальные артефакты из собраний белгородских коллекционеров, в том числе подлинный автограф легендарного Льва Яшина. Лекция «Футбол в искусстве» пройдет завтра, 11 июля, в 18.30. Подробная информация размещена на сайте выставочного зала «Родина» и на официальных страничках галереи в соцсетях. Ну а сейчас наша рубрика «Ретро-новости». 10 июля в сюжетах прошлых лет на основе архивов информационной службы «Мира Белогорья». 10 июля 2009 года в областном центре на пересечении Народного бульвара и улицы Белгородского полка установили памятный знак, посвященный 300-летию со дня Болтавской битвы. Его автор Тарас Костенко известный белгородцам по целому ряду контактных скульптур. Памятный знак не только напоминание о великомратном подвиге предков, это еще и продолжение проекта «Музей под открытым небом», который стал Народный бульвар. Молодежь Черноземья решила дать дань памяти и уважение подвигу воинов, сражавшихся в июле 43-го под Прохоровкой. В автопробеге «Огненная дуга» приняли участие молодые люди из Курска, Орла и Белгорода. Старт памятному автомобильному пробегу был дан в Курске. Затем активисты движения «Россия молодая» отправились на легендарную Прохоровскую землю. И уже оттуда в Белгород, чтобы возложить цветы у мемориала «Вечный огонь» на главной площади областного центра. В Белгороде открылась международная выставка Белгородского музея диорамы. Более полугода понадобилось на ее создание. Вся правда о войне, легендарном Прохоровском сражении, подлинных документах, фотографиях и предметах быта. Экспонаты Центрального музея вооруженных сил Минобороны России, Харьковского национального мемориального комплекса и Московского фонда памяти полководцев Победы. В редакцию Первого областного канала «Мира Белогорья» пришло письмо от жителя Финляндии Роджера Гранхольма. Находясь на севере Европы, он сумел услышать позывные одной из лучших радиостанций Белгородчины. Ведь даже 2500 километров для наших радиоволн не предел. С помощью простого ноутбука и двух многоканальных усилителей или попросту ресиверов Фину удалось поймать волну нашей радиостанции на частоте вещания в Борисовке 98,5 ФМ. В селе Васильдол Новоскольского района всем семьям посвятили новый брендовый фестиваль «Вышитое счастье». На праздничной сцене в этот день выступали исключительно семейные коллективы. А поводом для выбора символа праздника стала легенда о рушнике, которую с любовью вышивала девушка для своего суженного. Любители футбола со всего Центрального федерального округа собрал турнир «Кожаный мяч», который прошел в областном центре. Впервые наш регион принял участие в зональном этапе соревнований. За звание лучших в ЦФО боролись спортсмены из Тулы Смоленска, Калуги, Воронежа и Гипецка. И пока это все новости. Далее в эфире программа «Это вещь». Сегодняшний выпуск расскажет о древних изваяниях, которые сохранились на территории Белгородской области. Это статуи, которые имели культовое значение для наших предков. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова